Этот поединок ожидался футбольным болельщиками столицы Полесья с большим нетерпением. Монтажники, Мозорский, Нептепроватывающий завод. Две спортивные дружины, которые уже несколько сезонов оспаривают между собой звание сильнейшей команды региона. Как в футболе классическом, так и в мини по традиции в начале года, разыгрывающей свой чемпионат. И словно рукой режиссера писался сценарий этого первенства. Ведь, как и положено в хорошей пейсе, развязка наступила в самом конце, в последние матчи турнира для этих команд. И следует отметить, что обеим футбольным дружинам нужна была победа для завоевания первого места. Но перипетии турнирной борьбы после. Пока же первый гол матча, который забили нефтеприрабочики. В результате розыгрыша штрафного удара Илья Федоренко открыл счет, как тогда казалось, победный путь сборной МНПЗ. Но монтажник на сей раз встрепенулся. И вначале отыгравшись в результате отменных индивидуальных действий Сергея Пискуна, 1-1, с таким счетом завершился первый тайм. Затем монтажник вышел вперед путем еще одного гола Александра Чайки, прямо со штрафного удара. После этого нефтеприрабочикам нужно было забивать уже как минимум два гола. Что они помчались делать, однако монтажник мало того, что выдержал. Атакующий натиск соперника он сам еще трижды праздновал успех. Снова Александра Чайка и вновь со штрафного 3-1. Ну а после того, как нефтеприрабочики заменили вратаре полевым игроком, как говорится, водилой, случился и четвертый гол монтажника в исполнении Александра Ермаковца. И он же капитан монтажника забил последний гол в этом матче. 5-1 чемпион Мозорского района. Сегодня настраивались особенно, потому что проиграли Лиге Полесе, можно сказать, дали уже победу МПЗ. Сегодня надо было просто выигрывать, настраиваться максимально мощно, потому что это единственный турнир, который этой зимой остались. Сейчас будем дальше продолжать тренироваться, впереди кубок. Было очень тяжело, но мы были сегодня, наверное, желали больше победы, чем соперник. Монтажник в славе не только своей игрой, а еще и болельщиками, которые поддерживают команду, вдохновляя любимцев на подвиги. Ну, конечно, важна поддержка, когда забиваешь, все радуются, кричат монтажник. Правда, неприятно, когда с другой стороны зала кричат, не монтажник. Как бы не особо так приятно. Но особенно, вообще, мне приятно, что родители приходят, хотелось бы, чтобы еще семья моя приходила. Как бы, меру маленького ребенка не могут, этого не хватает. О команде монтажник и у игроках мы поговорим в свое время. Пока же полюбопытствуем у главного судьи соревнований, в чем причина, по его мнению, крупного поражения сборной Мозорского НПЗ. Мне показалось, что все-таки монтажник был более настроен на игру и отдавался ей в эпизодах более, чем НПЗ. Ну и, если честно сказать, стандартные положения сегодня оказались на руку монтажнику, а НПЗ не получилось со стандартными положениями. Что касается самой игры, то она получилась очень нервная, футбола как такового не было. Единственное, что можно еще добавить, что где-то НПЗ по всему ходу чемпионата не показывала чемпионской игры. Кстати, второе место при условии победы в своем последнем матче над орбитой. Игра состоится в четверг в 10 часов вечера. Завоюют команда МЧС. Тогда нефтепроработчики переместятся на третье место, а чемпион Мозорского района по мини-футболу 2021 года. И это уже точно монтажник.